Здравствуйте, учащиеся четвёртого класса! Я приветствую вас на уроке информационно-коммуникационной технологии. Тема сегодняшнего урока – выход из лабиринта. Цели урока – использовать датчик ультразвука. Давайте, ребята, подумаем, знакомо ли тебе слово «лабиринт»? О каких лабиринтах ты можешь рассказать? Сегодня на уроке, ребята, вы узнаете, что такое лабиринт, как выйти из лабиринта с помощью ультразвукового датчика. Лабиринт – это какая-либо структура, состоящая из запутанных путей к выходу. Лабиринты бывают разными. Идея любого лабиринта заключается в том, чтобы выбраться из тупика, преодолев препятствия. В зависимости от сложности лабиринта, выходов может быть один или несколько. Если их несколько, желательно выбрать наиболее эффективный путь выхода из лабиринта. В программной игре можно быстро и безошибочно найти выход из лабиринта. Лабиринт в переводе с греческого означает «подземные дороги». Первые лабиринты были построены в древние времена. Самый известный – это Крыцкий лабиринт. В царстве Миноса в подземном лабиринте обитало чудовище Минотавр, которое требовало приносить ему жертву юноши и девушек. Однажды Тесей из Афин добровольно прибыл на Крыт с целью убить чудовище. Ариадна, дочь царя Миноса, решила помочь Тесею и дала ему клубок ниток. Тесей, привязав один конец нити на входе, а другим концом, обвязав себя, зашел в лабиринт и расправился с Минотавром. С помощью нити Ариадны Тесей благополучно вышел из лабиринта. Когда робот ИФ-3, собранный на основе LEGO Mindstorms, войдет в лабиринт, лабиринт будет похож на комнату, как изображено у нас на рисунке 32. Выход из лабиринта с применением ультразвукового тачка. Прохождение робота через лабиринт проводится на различных соревнованиях по робототехнике. Важно тщательно продумать, как перемещать робота через лабиринт, чтобы найти выход из него. Для создания проекта лабиринт нам нужен ультразвуковой датчик, который определяет, есть ли перед роботом стена и расстояние до этой стены. А теперь перейдем на практическую часть нашего урока. Создадим программу выхода из лабиринта с применением ультразвукового датчика и загрузим ее на робота. Для начала, ребята, нам нужно запустить программу LEGO Mindstorms, создать новый проект, к блоку Start добавить блок Цикл, внутри блока Цикл добавить блок Переключатель. Измените его режимы. Ультразвуковой датчик сравнения расстояния в сантиметрах. Установи пороговое значение 40. К верхней части блока Переключатель добавь блок Рулевое управление. Измени его режим на Включить. Поставь значение блока Рулевое управление на минус 30, а мощность на 30. К нижней части блока Переключатель добавь рулевое управление. Измени его режим на Включить, поставь значение блока «Рулевое управление» на 20, а мощность на 30. Мы создали с вами самую простейшую программу для выхода из лабиринта. А теперь загрузим эту программу на робота и посмотрим, что же у нас получилось. Выполним практическую работу на странице 59. Запустим нашу программу. Создадим новый проект. В блоку «Старт» добавим блок «Цикл». Внутри цикла добавим блок «Переключатель». Для получения информации с датчика измени его режим. Ультразвуковой датчик, сравнение, расстояние в сантиметрах. Установи пороговое значение 15. В верхней части блока «Переключатель» добавь блок «Независимое управление моторами». Установи значение 75 для левого и правого моторов. В нижней части блока «Переключатель» добавь блок «Независимое управление моторами». Установи значение 75 для левого и правого моторов. В нижней части блока переключатель добавь блок независимое управление моторами. Установи значение 75 для правого мотора, а для левого минус 75. В нижней части блока переключатель блоку независимое управление моторами добавь блок рулевое управление. Установи значение мощности минус 75, количество оборотов установи на 2. В конце цикла нажми на кнопку бесконечность. В датчике цвета установи красный цвет. Для закрепления нашей темы отвечаем на вопросы. Что такое лабиринт? Какие легенды и мифы о лабиринтах ты знаешь? Какие датчики применяют в проекте лабиринт? Подумай и обсуди. Почему для выхода из лабиринта применяют датчик? Почему может быть один или несколько выходов из лабиринта? Анализируем и сравниваем. Сравни рабочие окна программы Скретч и программы ИВ-3. Какие сходства есть между ними? Как расположены блоки? Ребята, обратите внимание на дескриптор. Выполни задание. Какие качества нужны, чтобы стать хорошим специалистом? Как ты понимаешь высказывание? Самая трудная профессия – это быть человеком. Вырази свои мысли в 5-6 предложениях и набери в текстовом редакторе. До свидания, ребята. До следующего урока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok